Ледоруб и утепленные болотные сапоги или коньки. Сегодня как никогда нужны жителям улицы Красноармейска. Вот уже сутки люди не могут подойти к своим домам, не надев при этом заранее заготовленную обувь. Из-за порыва центрального водовода вода, превратившаяся в лед, подошла к домам и даже заглянула в квартиры, гаражи, полевчан. Выражение «не пройти, не проехать» стало для жителей улицы Красноармейская реальностью. Причины видны невооруженным взглядом. Вода просто атаковала жителей со всех сторон. На водоводе диаметром 300 мм, который идет на Никольскую, то есть это серьезный питающий водовод, произошла авария и, соответственно, произошла утечка воды в большом объеме. В 12 часов мы уже перекрыли эту сеть. Соответственно, вчера нашли материалы, с которыми будем сегодня работать, получили все согласования на земляные работы. И сегодня с утра мы приступили уже к поиску аварии для того, чтобы ее устранить. Что непосредственно там находится, не знаю. Вскрытие покажет. Сегодня жители города, проживающих по улице Красноармейской, интересуют, у кого просить помощи, кому обращаться. У большинства все заготовки с лета. Картошка, погреб и доски во дворе просто не подлежат восстановлению. Затопило также гаражи. В ледовом плену автомобили полевчан. Убедиться в этом наша съемочная группа не смогла. Просто не рискнула вплавь добираться до жилища пострадавших. Пока же жители улицы Красноармейской борются с водой самостоятельно. К аварии подтягивается техника. Ассенизаторские автомобили откачивают воду. Никто один на один не останется, потому что жители нашего города, это же жители нашего города. И поэтому, соответственно, с каждым в индивидуальном порядке посмотрим, что произошло и будем уже индивидуально принимать решение. Сегодня руководитель МУПСК будет делать как раз по квартирный обход, по домовой точнее обход, фиксировать, что там сегодня произошло. Ну и будем после этого принимать решение, разговаривая на эту тему с каждым жителем индивидуально. Все масштабы сегодняшнего бедствия и урон, который нанесла авария жителям, смогут оценить только весной, когда февральская вода отступит. Стоит отметить, что состояние водопроводных сетей южной части Полевского Ахова износ 70%. Сегодня в городе уже ведется поэтапный ремонт центральных водопроводных артерий. Впереди замена еще нескольких участков. У нас есть очень серьезные проблемные участки. Этот участок мы не считали проблемным. И он не давал повода о себе так думать. У нас есть стальные участки, где идет стальная труба. В частности, по плотине мы сейчас первый участок реконструировали и заканчиваем эти работы. На следующий год у нас будут продолжены работы по этим основным водоводам. Это основные артерии, питающие южную часть, это до горы Никольской, с горы Никольской. Мы закончим в этом году ремонт до Никольской. И у нас останется еще очень серьезный проблемный участок. Это после штанговского пруда на креолит раньше шло два водовода, 500 и 300. Это стальная труба, которая лежит уже там более 30, даже, по-моему, даже больше. Надо посмотреть. Вот под землей рядом стоит линия ЛЭП, блуждающие токи. Защиты нет, она давно сгнила. А пока же для коммунальных служб города задача номер один – это устранение аварии на Красноармейской, поиск причины порыва и оценка урона, индивидуальная работа с собственниками жилых помещений, которые пострадали в ходе разлива воды с центрального водовода. Ксения Балденкова, Константин Миронов. Новости. Твой день.